МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В новом месте пришло немало заволжцев. Инаэль Хасенович сделал очень много для того, чтобы наш район расцветал, для того, чтобы наш район был всегда одним из лучших, и чтобы нам, людям, живущим в этом районе, было лучше и комфортнее. Я хотел бы пожелать ему на новом поприще успехов, в любом случае. Причем я думаю, что эти успехи для него – это просто… В любом случае он их сделает. Это человек, который всегда добивается того, что он хочет. Для завода – это друг. Это большой друг авиастара. За Свияжье – самый большой и густонаселенный район в городе. В нем проживает 225 тысяч человек. Плохие дороги, отсутствие освещения, незаконная торговля – это лишь часть проблем района. Ротация кадров, по мнению главы города Сергея Панчина, – это возможность найти новый подход к решению застарелых проблем. Мы сегодня прекрасно понимаем, что району нужен очень сильный, серьезный руководитель, который бы объединил вокруг себя и директорский корпус со Свияжьего района. Вы знаете, что очень мощные промышленные предприятия – это механический завод, это автомобильный завод, металлоконструкция и ряд других предприятий. Новоиспеченный глава района на прошедшем аппаратном совещании в администрации отметил – уже составил концепцию развития, где учтены все имеющиеся проблемы, в том числе и капитальный ремонт домов, благоустройство, замена систем вода и газоснабжения. Это прежде всего дорожное строительство, экология, дополнительные источники доходной части бюджета, возможность вести здоровый образ жизни, повышение уровня качества жизни населения и ежегодность той или иной периодичности этих проблем дают о себе знать. В этом году в Засвияжье проведут в порядок 27 дворов, благоустроят территорию в парках «Молодежный» и «Новое поколение». Проведут ремонт системы водоснабжения на улицах 50 лет в ЛКСМ, Стасова и Автозаводская. Такое определенное безвластие, что ли, в Засвияжском районе, когда долгое время исполнял обязанности, оно приводило к тому, что долгосрочные планы и долгосрочные проекты по развитию района строить было тяжело. Отрадно, что в своей речи Инаиль Хосянович обозначил основные проблемы Засвияжьего района. Значит, он их знает, значит, он знает, представляет, как он будет их решать. Десять основных пунктов, но, к сожалению, наверное, не обратил на Иль Хосяновича внимания, пока что особое внимание, что Засвияжьевский район, проблемы с ливневыми канализациями. Это весенний период, осенний период, и у нас есть традиционные места. Улица Октябрьская, это улица Камышинская, это как раз мой округ депутатский, на который проблемы всегда традиционно очень серьезные возникают. Поэтому порекомендую Инаиль Хосяновичу обязательно снести корректировки программу. Среди ближайших планов Юмакулова создание профессиональной команды объединения активных граждан района и руководства местных предприятий бизнеса. Не обойдут без внимания вопросы, озвученных в послании президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok